Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, подписчики и гости канала. На связи снова я, Алеша. Рассказываю вам про бизнес с Китаем. Правда, уже полгода живем в Москве, но ничего, работаем. Сегодня хочу поделиться с вами знаете чем? Инфой, как я первый раз познакомился с электробайками, с электромотоциклами. Когда я вообще первый раз их увидел, поехал на заводы. Просто-напросто накопилось очень много разных фото, видео. Со всех моих поездок, которые я не монтировал, не выкладывал. Выкладывал в основном инстаграм. Кстати, на инстаграм еще раз говорю подписываемся. Потому что там гораздо чаще выходит информация, нежели на ютубе. Всякие сторисы, всякие посты. Короче, обязательно подписывайтесь на инстаграм. Там очень часто выходят полезные информации, которые могут вам пригодиться. Так вот, накопилось очень много всяких фотографий, видео с моих поездок на завод. Вот именно по электробайкам, по электротранспорту, по электрокарам, про электромотокарам. Вот. И как бы все это, нету времени все это монтировать как-то там, сплетать в одно единое. И вот как бы сегодня решил я этим заняться. Думаю, сейчас я такую типа как превьюшку запишу. А у меня есть Данила. Ей все, кучу ему скину. И наверняка он что-то слепит там по-любому. Он пацан умный, он знает как это делается. Если я и буду этим заниматься, это точно еще на год. Так вот. Ну и расскажу вам в принципе, то есть где, когда я впервые увидел эти штуковины. Почему они меня заинтересовали. На какие заводы я когда поехал. В общем, смотрите и не переключайтесь. Первый раз я увидел, ну так сказать, полноценный электромотоцикл еще в 2015 году. То есть мы были в Манчжурии. Это север Китая, который граничит с Забайкальским краем. И там очень большой таможенный пост, через который идут очень много различных товаров. То есть мы шли рядом с парком. Я вот как сейчас помню, даже фотку. Вот у меня фотка где-то есть, я ее обязательно найду, чтобы ее вставили. То есть там такой синий байк был. И я когда первый раз увидел его, я офигел. То есть мы проходили там магазин, который занимается продажей велосипедов. И там стоит вот этот байк. Я подскажу, говорю, смотрите пацаны, какой байк. Они смотрели, смотри, а где двигатель-то? Опа. И все, китайца подзываем, сюда ходи. И он подходит, говорит, да он электрический. В смысле электрический? Ну в прямом. Поворачивает, ключ сел, поехал. Без звука я. Опа. Прикольно. И все, вот с того момента, как бы все вот у меня зародилось. Вот это я вот первый раз увидел. Говорю, это был 15-й год. И я значит, значит, зачесался по поводу этих байков. Потом, наверное, через полгода я заказал, я начал там штудировать Таубау. Начал 1688 подкидывать. Всех производителей по электротранспорту различными спрашивать, выяснять. То есть тогда даже еще их невозможно было там купить где-то вот так вот в открытую. Их не было в продаже там на Таубау или еще где-либо. Но я не помню уже, признаться честно, где. Но где-то я... А, там еще есть один продавец. И вот он занимается тоже. У него в основном были гироскутеры. Я помню, пришел к нему, говорю, Саша, китаец. Говорю, Саша, надо вот такой, ты где взял? Он сам смотрит, нифига. Ну и все. Но китайцам им все равно проще. Тем более те, кто уже занимается этими гироскутерами. Там у него были тогда еще тоже только начиналось это все, эти гироскутеры. И он где-то, в общем, накопал. Я помню, у него там такой бешеный ценник был. Тогда еще максимальная мощность была 2 киловатта и стояли свинцовые аккумуляторы. Ну, то есть я говорю, на тот момент тогда все только-только зарождалось. То есть это были первые вообще эти байки. И вот мы притащили один. Притащили. Я катался на нем по Манжуре какое-то время. И потом его продал клиенту. Ну, собственно говоря, с этого момента вот как бы, грубо говоря, и началось. Я начал искать заводы, то есть производители этих байков. И то есть поехал по заводам катался. Первый завод, на который я съездил, это был 16-й год. И завод находился под Пекином. То есть вот это как раз начали производство вот этих электродвигателей QS Motors. И вот где-то там под Пекином какой-то там подпольный цех был. Я помню, мы приехали туда. И вот они там, значит, клепали эти байки. Я туда съездил. Но на тот момент я еще даже не подозревал, что я буду вести на YouTube канал. И поэтому нифига не снимал. В следующий раз я поехал в 17-м году уже на завод в Шанхае. Вот оттуда у меня уже есть куча видео. Правда, естественно, у меня еще тогда не было ни микрофона, ни стабилизатора. Вообще нифига не было. Я просто приехал туда. Эй, говорю, ни хау, друзья мои китайские. Они у меня провели экскурсию по заводу, показали сборочные, то есть цеха, то есть сборочные линии показали. Я приехал в Шанхай, это был уже 17-й год. И тогда, тогда уже начали производить байки мощностью 3 киловатта. Я вот как сейчас помню, но мощнее не было. То есть 3-киловаттные байки были с свинцовыми батарейками. Но когда я приехал на завод, я как сейчас помню, то есть директор, у них была такая, ну, типа как проектная разработка. То есть у них был центральный мотор. То есть они хотели отойти от мотор-колеса и сделать центральный мотор, который натягивался там ремнем. Но потом у них это не пошло. И в принципе это как бы не закрепилось в Китае. Потому что мотор-колесо, оно как бы, ну, может быть и не дешевле, но практичнее и практичнее. И тогда, говорю, были только 3-киловаттные байки. И вот с центральным мотором был 4-киловаттный байк. Я когда сел на него прокатиться, там вышел, значит, директор завода, переводчик завода, два старших менеджера и несколько сотрудников. И все, то есть меня на камеру на эту снимали, как я там гонял. Но это вот был 17-й год. Субтитры сделал DimaTorzok Я начал сотрудничать с этим заводом. Этот завод производит не только электрические, они производят также, то есть, точнее, они в основном производят бензиновые байки. И на базе вот этих бензиновых они уже как бы делают электрические. Вот, я начал сотрудничать с этим заводом, сотрудничал очень долгое время. Но так как в России, в СНГ, даже до настоящего момента еще мало кто понимает, что это такое и зачем это нужно. А на тот момент вообще думали, что это какой-то обманка. То особо продаж не было. Я покупал очень мало на этом заводе и как-то все так шло вяло там, бля-бля-бля. В 18-м году я поехал на завод под Шанхаем. Познакомился еще с одним производителем. Под Шанхаем это город Уси, кажется. Да не кажется, а Уси. Да, в Уси я поехал. Там стоял еще один завод. И я очень был удивлен, когда я приехал на этот завод. И выходит тот же чувак, тот же директор, с которым я, собственно говоря, сотрудничал до этого, в другого города. Я говорю, а ты тут как? Так это у нас вот три точки, говорит. Вот раз, два, три. И типа, ну вот, у нас в Шанхае, в Уси и еще в каком-то городе. Я не помню, сырать не буду. Вот у нас типа три завода стоит, мы собираем. Я говорю, прикольно. Он говорит, ну что, как у тебя? Ну, мы сели с ним, разговорились. И проходит какое-то время, у меня появляется один очень крупный клиент в Северной Америке. Изначально хотели закупать бензиновые. И речь шла о 150-250 кубиках. Я говорю, ребят, вот смотрите. То есть, ну, бензиновые, понятно. Но есть вот такой вариант. Есть электрических. Их это очень заинтересовало. И, то есть, мы начали сотрудничать. И вот в Северную Америку, то есть, ребята сами с Украины, живут в Северной Америке. Ну и вот, как бы, продвигают вот эту вот тему. Вот. И мы с ними сотрудничаем до настоящего момента. То есть, далее, 18-19 год. То есть, вот буквально в прошлом году, вот сейчас, как бы, будет очень много вставок, видео, фото там. Что в 19-м году я поехал, то есть, я решил не останавливаться на сотрудничестве с одним заводом. А решил, как бы, ну, вообще, то есть, проехать по Китаю. То есть, мы просто тупо вбили в Алибаба, там, электрические мотоциклы, там, электротранспорт, все такое. То есть, отсортировали там, ну, подходящие по нашим критериям производства. И поехали. То есть, мы сели в Гуанчжоу с Сашей, в самолет, прилетели в Иу. И с Иу уже, то есть, там, у меня китайцы знакомые, они взяли машину. То есть, и мы поехали с ними, там, до Шанхая недалеко. Объехали Уси, Джизян, то есть, Иу, то есть, всех-всех-всех объехали. Ну что, друзья, снова на заводе по электробайкам. Приехали за партией. Это у нас сборочный цех. Тут собирают. Сразу же упаковывают все. И готовят к отправке. Вот так вот выглядит, собственно говоря, батарейка, которая устанавливается в корпусе. Так, ребят, вот так вот выглядит новое колесо. Оно немного шире предыдущего. Но, как утверждают китайцы, оно, как у оригинала, ну, такой же ширины. Дело в том, что я был уже на многих фабриках и заботах по производству электро-транспортного. И везде, то есть, грязнее колесо от заднего не отвечает. Вот так вот, то есть, выглядит колесо. Это у него ширина 255 на 17. А на других производствах стоят вот такие вот колеса. Ну, ой, не нашел предыдущего стажа. Вот такие вот. То есть, видите разницу, да? Это идет на 140, кажется. Да. 140, 70, на 16. Круто, 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 круто. Они даже сами делают пластик. У них стоят большие пресс-формы. И они льют просто кузова себе. Молодцы. Эта фабрика занимается не только производством байков, квадроциклов и так далее. Они также делают различные самокаты, гироскутеры. В общем, все, что связано с электро-транспортом. Вот. Сейчас мы идем по цеху. Я вам покажу, то есть, само производство. И эта компания занимается не просто сборкой, комплектующей, которые закупают где-то посторонних производителей. Они сами производят как двигатели, так же сами варят рамы. И еще они производят контроль батарейки. Все же они закупают. Вот. Сейчас пойдем на производство. Я вам покажу, как выглядят эти байки в разобранном виде. Что вместо двигателя, там, пустое место, ящик в коробке. Не будем тестить. Будем тестить. У них есть байки на 8000 патт. Причем уже готовы. Но они могут вообще собрать, кстати, до 14000. А, я уже пообщался с менеджером, но они сказали, что у них есть батарейки на 125 часов, которые хватают запаса хода на 20 километров. То есть, посмотрите, сборка действительно качественная. Все проводочки убраны в кожухе. Все цивильненько. Нигде никакого клея нету. Никаких соплей. Смотрите, какую штуку китайцы придумали. То есть, электрические байки, они же беззвучные. И я слышал от многих, что желательно, чтобы они были по звуку. Потому что кто-то не слышит, кому-то нравится звук мотора, еще что-то. Что придумали китайцы? Они сделали блютуз-колонку, подцепили ее к этой ручке. И теперь она вот так вот работает. Вот она стоит. Прикольно. Ну я погнал тестить, тестить. Слышь, а ну с места стартую просто путь. Вообще прям подрывает, ну реально как бензиновый. Погнали. 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 я был очень сильно удивлен когда заходишь дано тут же либо бутам 1688 где действительно сидят там производители а ну такие типа мощные у них там сайты сделаны то есть даже по отношению к тому что то есть ты заходишь на алибабе видишь их весь ассортимент и у них наверняка есть сайт то есть переходишь на их сайт там очень красивый сайт все так сделал все красиво все ништяк а потом приезжаешь то есть я специально я уже на тот момент очень же долго жил в китае и в принципе зная китайский менталитет и знаю как они работают я специально поехал без предупреждения что ребята как бы не то что вот ждите я там прилетаю а так просто-напросто звонишь им алё я хочу приехать вот давай через 20 минут хочу купить байк они ну все приезжай они же не знают что ты приехал какой-то крупный закупщик да и ты там планируешь надолго он какой-то долгосрочное сотрудничество и поэтому как бы не включает свой режим понтов просто напросто бывает так что когда приезжаешь без предупреждения вместо большого огромного там не знаю гигантского завода ты видишь просто какой-то сборочный цех где сидят китайцы там вручную чё-то крутит а прикол в чем ты когда звонишь заранее гришь у вас большой завод они да у нас большой завод у вас есть ли туда у нас все есть то есть все давайте я к вам приеду говорите андре все как бы они все все без проблем приезжать то есть этот чувак с которым ты разговаривал созванивается с заводом с реально большим крупным заводом слушай у меня тут клиент иностранец есть чё с ним подъеду к тебе да ну ну соответственно мой процентом все все решим завод естественно скажет да без проблем подъезжай а когда ты приезжаешь вот так хочу можно у вас один мопедик купить то как бы уже видишь что и где и как и почему так вот и то есть мы определились со списком производителей по нашим критериям и поехали собственно говоря объехали очень много предприятий и 90 процентов из этих предприятий были как раз такими вот такими тупо какими-то подпольными сборочными цехами где там китайцы сидят кулибины там вручную все это лепят варят красят а когда даже у них спрашиваешь у вас вин номера есть то есть но чтобы вин номер набить на кузове соответственно тебе нужно государственная там лицензия разрешения там все это дела они да да у нас все есть у нас мышь-завод ну что богу мы же производители а они тупо покупают просто вин номера у завода у реального завода у реального производителя есть производитель который занимается производством бензиновых байков и на базе бензиновых он также собирает электрический естественного он имеет право самостоятельно бить вин номера то есть на агрегаты и приходят вот такие вот попольные маленькие цеха это нам не надо мотоцикл на можно просто раму с документами с набитым вином то есть и завод ему просто тупо продает за 500 юаней просто голый кусок железа раму и то есть документа они там уже сами лепят на него чё хотят то есть вот так вот это в принципе работ и таких полно понимаете на таких на alibaba на 1688 то есть где там на алиэкспрессе там в то есть чтобы найти реально качественную то есть байк это надо прямо прямо умудриться а даже если ты найдешь этот качественный байк то вряд ли тебе завод продаст одну штуку а даже если он тебе продаст одну штуку он будет все равно дороже чем у меня с доставкой здесь объясняю почему потому что ребят я говорю то есть мы отправляем во первых северную америку контейнерами во вторых мы живем уже в китае больше 10 лет и у нас своя логистика а те кто закупают в россии даже те же самые мои конкуренты они не живут в китае они не понимают как это во первых все устроено изнутри а во вторых то есть они приходят к таким же посредникам то есть даже если они придут на завод им все равно завод не даст такую цену как у меня потому что я сотрудничаю с этим заводом уже много лет я выбираю объема у них не только на россию то есть у нас есть там кстати за спальню вам чуть-чуть нас там один проект готовится скоро уже будет готов скоро мы уже получим на него все бумажки и запустим в россии тоже связан с электротранспортом и тоже связан с одним из этих заводов звучит мощно а мои конкуренты понимаете то есть они даже в логистике но где куда они пойдут на улицу карга будут искать карга в в интернете которая будет заниматься доставка и грузов но реально то есть там как минимум три-четыре колена еще перед ними во всей этой логистике ну и плюс завод тоже как бы понимаю что это иностранные ребята что и можно ценник повысить что они не знают цены китайские реальные настоящие то есть они не знают на комплекты поэтому они ничего не знают это обычный покупатель а китайцы там хлебом не корми да ему юань день стырить лишний вот такая вот инфа мы приехали объехали значит все эти заводы пароходы естественно приехали на тот завод с которым я сотрудничаю уже долго время то есть но я ему как бы говорю ребят вы клевые а мы с вами работаем понятно но мне надо как бы расширять ассортимент мне надо как-то расти мне надо что-то новое там предлагать людям но у вас собственно говоря вот пока то что имеется они горят да без проблем без проблем давай поедем завтра в усе то есть это все дело происходило в и у уточнение а там yonggang рядом соседний город yonggang вот они горят поехали завтра в усе мы то есть позвоним своим друзьям которые занимаются производством вот таких и просто как бы встретимся поужинаем там ну найдем какие-то общие точки соприкосновения возьмете прайсы ознакомитесь со всеми познакомитесь говорит мы-то понимаем что ты как бы с нами работы что-то у нас все равно как покупала будешь покупать как бы может какие-то кто-то тебе что-то новое предложит но это наши друзья без проблем ну естественно как бывают у китайцев то есть любая встреча это по-любому пьянка потому что любой китаец мечтает перепить русского ну и то есть мы встретились вечером собрались директора всех вот этих крупных предприятий и пошли вечером посидели в ресторане пообщались ну и собственно говоря вот оттуда уже начинают расти ноги у нашего нового проекта так что ребята сейчас я буквально вот сегодня собираюсь ехать к одному из своих клиентов который приобрел себе электробайк вообще первый раз садясь за двухколесный электро транспорт вот запишу его мнение собственно говоря как о байках так о первом моего опыте ну и посмотрим посмотрим что будет дальше так что не как всегда не прощаемся как всегда на связи там что там оставьте лайки там подписывайтесь на канал там ля-ля-ля-ля-ля короче все всем чао до новых встреч ребятки